Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале, где легко, доступно и очень вкусно готовить. Сегодня готовим запеканку из кабачков и фарша. Блюдо очень простое и очень лёгкое. Чем мне нравится этот рецепт? Здесь можно использовать любой фарш и любой сыр. Чтобы блюдо получилось более сытное, можно добавить сюда рис. Я заранее отварила полстакана риса и взяла куриный фарш. А также овощи. Кабачки, лук, морковь и немножечко сельдерея. Сельдерей я нарезала вот такими небольшими кусочками. Сельдерея, конечно, можно было взять и побольше, но это уже на ваше усмотрение. Режем овощи, морковь, лук, сельдерей. Овощи я обжариваю на растительном масле. И смотрю, когда у меня лук стал такой прозрачный, золотистый, всё значит готово. Потом овощи смешиваем с заранее отваренным рисом. И начинаем в этой же сковородочке обжаривать фарш. Добавляем сюда соль, перец, чёрный молотый перец. Затем ещё наливаю сюда соевый соус. Он придаст такой интересный вкус нашему блюду. И немножко томатной пасты. Это тоже пригодится. Доводим до готовности фарш и смешиваем с овощами и рисом. Начинка готова. Теперь нам остаётся только нарезать полосочками кабачки. Ну вот как-то так. Кабачки у нас готовы. Теперь нужно сделать заливку для запеканки. Для этого я взяла йогурт. Можно взять сметану. Добавила сюда одно яйцо. Немножечко присолила. Размешала. Всё. Теперь начинаем собирать нашу запеканку. У меня форма где-то 20 на 30 сантиметров. Поэтому на дно укладываем кабачки. Кстати, форму я смазала сливочным маслом. Затем слой фарша. Теперь проливаем всё соусом. Можно добавить сюда сверху ещё сыр. Но я не стала добавлять. А вы уже делайте как считаете нужным. Теперь делаем второй слой. Сверху укладываю остатки кабачков. И всё это накрываю сыром. Сыр можно или пластиками взять, или просто его натереть на тёрке на крупной. Ставим в духовку. Где-то примерно на 40-45 минут. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Будет много интересных рецептов. Всего доброго! Удачи вам, друзья! Пока-пока!